всем привет ну что сегодня я девочки хочу провести социальный эксперимент и пойти попробовать купить коту корм мне уже сын давным давно скидал денежку вот на корм коту я вот хочу ему вон он там он видите он это вот и я хочу ему купить корм пойти посмотреть сушите мне страшно вдруг корма нету магазина я не знаю я честно говоря немножко этого боюсь потому что чем я своего красавчика буду кормить он у меня искусственно привык к этому корму то искусственного вот он другой у меня не есть сейчас так переживаю что не будет именно того хорошего корма а какой-нибудь говном я его кормить не хочу если честно но грубо выражаюсь извините за такое выражение но не привык хорошему корму и тут вдруг такая вот у нас всеобщая беда девочки вот слушайте вот как мне отучиться хватать волосы надо и не надо вот как я сейчас поеду в транспорте и что я буду вот это вот все время делать так вот ой девочки жизнь совсем сейчас другая мы с вами должны свои привычки оставлять где-то вдалеке так что вот так ну что покажу вам корм когда куплю все покажу все расскажу и практически дам пощупать пока девочки видимо мой аутфит наверно не видно мне так никак не сделать чтобы вы увидели вот я вышла на улицу сейчас я покажу что на улице на самом деле делается все гуляют все ходят теперь я так понимаю раз эти дети которые не в школе не в садике антибуции на улице то есть они так заражали только своих родителей предпедагогов земли на будет нас всех я за комендантский час серьезно я за комендантский час и за более строгие меры они наверно грядут но как-то у нас все это не видите вы меня и мне никак вам не показать свой аутфит так что вот девочки будем будем посмотреть да ну пошла я за кормом я бы не выходила надо за кормом я попыталась как-то посмотрите на сайтах чтобы заказать домой но оказывается у нас почему-то нету того корма который я хочу я боюсь господи дай бог чтобы этот корм был хочу накупить своему малышу ну все девочки ждите дальше моих моих репортажах ну а вот обстановочка все ходят все гуляют хорошая погода он бабули ходят не бабули ходят погода отличная ой боже мой я не знаю девочки мне страшно это от этой беспечности наших людей но я сама вышла на мне корм надо купить что я могу сделать то кроме меня с моим мужчиной не знают какой корм надо коту этим всегда занимаюсь я поэтому все вот так вот у нас он птички поют господи так как будто бы все хорошо внешне на самом деле девочки все плохо понимаете да что все плохо наверное не так совсем пессимистично но сейчас я буду на всех кашлять я не на всех я буду закрываться видели какой у меня шарф я буду закрываться я без маски там что маску не не напялись честно не смотрите все ходят все ходят ладно дальше продолжать ну что я вам хочу сказать вот значит купила я он смотрите накупила я всего купила я ему всего слава богу еще кое-что есть кое-что есть здесь видите вот так что кое-какие еще богу есть ну что все гуляют праздно кругом праздно шатающиеся молодежь вот и и пожилые люди он видите с колясочками гуляют чем полно людей именно праздно шатающиеся молодежи вон видите ходит и это сумма и очень много пожилых людей такая вот у нас обстановка ну вот поэтому такая кстати очки у меня хамелеон видите сейчас солнце кругом и вот они у меня стали затемненные поэтому не думайте что я дело вот такие да они у меня хамелеон короче вот девочки и мальчики вот такая вот у нас ситуация я считаю что нужно владеть более жесткий мир если у нас карантин конечно и государство это делает я полностью его поддерживаю если они так сделают потому что но все гуляют никому ничего не докажешь бабули на каждом шагу дедули на каждом шагу и все нипочем ну дай бог им здоровье и нам дай здоровье но и молодежь да то есть те кто в группе риска именно пожилые люди вот и молодежь которая как носители тоже хороши и ночью вот такая вот обстановочка всем пока пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки я вас всех люблю здоровья в первую очередь благополучия счастья и всего самого самого